всех приветствую начинаем наш утренний брифинг не забудьте подписаться на наш телеграм-канал ссылки находятся в описании так начнем с индекса что он кольнул уровень который мы ждали это 2580 и пошло движение вниз но на самом деле я не думаю что все так просто да и сейчас у нас разовьется такое движение до там зоны 2300 то есть если посмотреть как раньше проходили пробой то это был резкое движение вниз и затем относительно плавный ретест то же самое здесь пробой относительно плавный ретест здесь же мы видим что да индекс практически сразу вернулся туда какую зону вернее он пробил вот поэтому я думаю что здесь будет либо какой-то флэт до либо попробует он задержаться над зоной 2 500 вот примерно в этом диапазоне 2 600 2 500 поэтому как бы идеи по бумагам такие же ну скажем так ограничены что-то взяли зацепили все вышли долго не высиживаем как пример да можно сбербанк взять здесь у нас была идея в шорт на ретесте уровня 236 чуть-чуть уровень закололи и пошло движение вниз принципе большую часть позиции уже можно закрыть и какую-то часть оставить на всякий случай если цена пойдет ниже тут весь момент в том что сейчас дневной график откроем если уровень 216-212 не выдержит то цена очень легко может упасть на 168 почему потому что вот в этом диапазоне пустота смотрите никаких проторговок нет ну не считают этого колена поэтому очень еще раз очень легко может цена пойти вниз и вот как раз таки индекс может на 2 300 и упасть газпром вообще ничего здесь не происходит несмотря на то что какие там движения на самом деле по фьючер можно все это хорошо отыгрывать а вот именно в самой бумаге не так все интересно почему потому что торгуется в широком диапазоне 142 110 никаких здесь оснований для входа там шорт или в лонг ну не было и пока нет промежуточный уровень можно убрать он силы не имеет роснефть вот то о чем я говорил по индексу парадоксально вроде бы казалось все будет катиться вниз но нет роснефть подходит к своему промежуточному уровню 497 и дальше если здесь будет проторговка можно будет искать точку входа в лонг сейчас я это спроецирую да вышли хорошие новости по бумаге то есть у них там прибыль я насколько знаю хорошая и капекс сократился вот поэтому возможно здесь будет какой-то позитив что нам нужно нам нужна вот такая проторговка под этим уровнем затем импульсный пробой вот на этом импульсном пробое мы будем искать уровень для ретеста а соответственно на откате будем искать точку входа цель движения здесь будет уровень 540 то есть пока формируется вот этот боковик заходить не нужно то есть еще нету подтверждения того что цена пойдет выше как только будет пробой вот тогда и будем искать точку входа до этого момента а заходить в позицию не стоит транс нефть продолжается такое движение вниз наверное здесь на часы реке получше будет нет как такового нет импульс есть принципе на откате к 1020 посмотрим еще время есть возможно будет у нас точка входа вот нужно оценить риски да и скорее всего здесь будет идея гмк тик-в-тик ударил в промежуточный уровень отскок пошло движение вниз тоже часть позиции можно закрыть часть оставить на всякий случай если цена пойдет ниже идея была в таблице актуальных план вернее план работы был по вот этой идее в таблице актуальных идей по рынку так бсп тоже можно сказать сделка в прямом эфире как в прямом эфире два дня заняла цена подходила к промежуточному уровню как по сберу то же самое все один в один то есть у нас паттерн входа везде в позиции везде одинаковый подошла к промежуточному вход в шорт пошло движение вниз часть позиции прикрыли часа часть оставили на всякий случай если пойдется на ниже все тут никаких никаких изысков ну не нужно так и аэрофлот аэрофлот валится вообще бескомпромиссно и присоединиться к этому движению я пока не вижу где цели какие у нас цели всегда это обновление локальных лоев и основная цель здесь эта зона получается 44 44 вот такой вот утренний брифинг если было полезно поставьте пожалуйста лайк